давайте начнем я думаю больше ждать уже в принципе так достаточно много и порадую вас что помимо присутствующих в зале вместе с вами посмотрел еще 12 тысяч раз было это видео просмотрено за неделю что безусловно меня радует вот от корки до корки все четыре лекции посмотрела несколько сотен человек то есть процент такой но много все-таки осилила и высказал много комментариев я сейчас как раз вам покажу несколько начнем с такого как говорят во всех этих шоу небольшого интерактива то есть ответим на вопросы которые были заданы цвет так для начала значит ну канал с таким именем там все будем выкладывать и сейчас там вот уже первые 4 выложены ну вот если получится вот эту записать даже в более лучшем качестве вот ну вот как я сказал уже более 600 подписчиков 17000 просмотров сумер лайки и дизлайки распределились вот таким вот образом то есть 11 11 человек все-таки посчитала что что-то я не доработал вот стараюсь исправить или это как и знаете это самое когда видео про котиков показывает там и стоит один дизлайк в комментариях как право пишет наверное это котик поставил дизлайк у нас здесь другое видео вот поэтому ну конечно же на тематическом ресурсе хабр хабр очень положительно отнеслись что тоже как бы очень приятно то есть но значит есть есть какой-то позитив в этом вот ну а теперь по вопросам я несколько таких вопросов на самом деле не так много было ну вот несколько из них я выбрал давайте сейчас мы по ним пройдемся те которые имеют качество смысл но первый вопрос у нас самый простой то есть ну опустим тут часть которая там немножко критикует другие свободные операционные системы не в этом смысла но почему не на реактусе да ну как бы следующий раз будет на реактусе хорошо потестируем вместе как бы показывать презентацию не столь сложная работала далее тут возник вопрос от у нас на прошлой лекции было по поводу потоков значит пример мной был приведен по поводу ядра 24 и библиотеки писает там но как бы вот человек приводит вот эту замечательную ссылочку где написано по поводу потоков процессов я не располагается в ядре они или нет значит посвящавшись еще с андреем владимировичем покором значит какая здесь штука я поясню чтобы как бы здесь знать о чем идет речь в linux понятия на самом деле потока как такового в принципе как бы не туда есть понятие процесса и виртуального адресного пространства так вот процесс он в linux сделан как бы настолько конфигурируемым и с кучей опций что в принципе можно создать поток который будет называться в принципе как бы процессом но он будет делить адресное пространство определенного другого процесса и таким образом как бы все это работает как потоки как процессы называется такой подход как бы один процесс один поток один к одному вот здесь на самом деле по вот этой ссылочке очень детально все это не это не совсем кратко тут достаточно детально там описано вот поэтому если есть желание то кто хочет может почитать но в принципе вот такая суть в энди там есть полноценные потоки то есть там вот та парадигма который я говорил процесс как контейнер для потоков вот она там используется то есть там такие вещи как деление как общее адресное пространство разделение между процессами в принципе не используется вот ну и что касается форков и всего прочего да то в ядре линукса конечно же многое оптимизировано потому что ну понятное дело что вот все эти недостатки которых я на прошлой лекции говорил но люди разрабатывающие линукс они достаточно умные тоже они оптимизировали это все для того чтобы это не было все таки так медленно как вот в классическом юниксе это было то есть понятное дело мы это рассмотрим пока что с точки зрения того чтобы знать основы и как все это делалось далее значит поступил такой причем неоднократно интересный вопрос который хочу обратить внимание зачем я фактически озвучиваю слайда да но дело в том что скорее наоборот это слайды озвучивать меня если можно такую популярную шутку в америке высказать вот зачем это сделано если бы я вынес на слайды только тезисные части да как как в принципе обычно делается на докладах да это было бы воспринималось более скажем так естественно да но тогда бы вот вам уважаемые студенты пришлось бы неким образом вот если бы мы не записывали лекции да вам пришлось бы заниматься практикой некое чисто писание затем чтобы как-то этот материал записать да поэтому я так как будущее еще не так давно студентом я захотел облегчить вам эту задачу я весь нужный текст писал слайды все равно который слайд я вам высылаю поэтому я так и делаю то есть я практически засчитываю все важную информацию за слайды и дополняю и уже какими-либо дополнительным комментарий но вот вся суть она записана в слайде специально далее значит еще один поступил интересный вопрос на почту он не был высказан где-то там в комментариях на ютьюбе как раз очень интересно отражает скажем так понимание самых 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 основ а точнее не понимание самых основ значит так вопрос звучит так пришел черед выполнения некоторого процесса операционная система выделила для него некоторый квант времени как процессор скажем так понимает какие какие вот наборы инструкции команд из процесса выполнять и вот как это все осуществляется вот в такой трактовке кто-нибудь из тех кто прослушал предыдущей лекции сможете объяснить давайте интерактив уже будет не от меня от вас как есть вот что здесь скажем так основополагающие кто хочет ну даже я бы сказал здесь не то чтобы леснуть просто достаточно понятно и значит конкретно вот здесь вот человек высказался так как операционная система скармливает команды процесса процессора вот очень интересно нет не не понять вопрос в принципе понятен хотел сказать даже мне вот а вернее вернее мне понятно то что ему не понятно я хочу узнать насколько вам это на самом деле понятно вот чем дело то да то есть вот у нас и у нас создался новый процесс да там у него адресное пространство у него есть свои инструкции которые надо выполнять чтобы процесс работал правильно там ну под винду это и экзешник загрузили грубо говоря под линуксом там соответственно исполняемый файл и вот как вот как физически процессор вдруг да да правильно то есть я рад что с вашей стороны понимание есть поэтому в данном случае человек думает что операционная система неким образом куда-то там как бы подкачивает эти команды процессоры что-то еще такого нету в принципе процессор он выполняет вот ему сказано вот вот здесь выполнять отсюда и до обеда вот и все до прерывания скажем так вот он это делает поэтому когда подходит черед выполнения скажем так нового процесса да то именно устанавливается счетчик команд на начальную инструкцию этого процесса и все процессор начинает выполнять а вот как переключается уже никак переключается как контролируется непревышенный лимит времени но здесь я уже на самом деле как бы сам ответил но я думаю для вас это тоже не секрет что есть соответствующие прерывания которые происходят в любом случае по истечении кванта процессорного времени то есть таким образом происходит возврат в операционную систему и там уже дальше выбирается либо следующий поток либо какое-либо какое-либо еще действие вот так вот поэтому смысл в том что здесь написано по блокам команды или или как бы вот ну и я думаю что мы совместно с вами ответили на вопрос вот этого человека да абсолютно верно значит вопрос в чем есть ли ограничение на количество процессов в принципе совершенно верно вы сказали она ограничена только размеров памяти поэтому в принципе здесь ничего нету контекст он занимает не так много места а если мы говорим о современных вычислительных системах с гигабайтами памяти то в принципе но грубо говоря есть таблица процесса до в которой есть указатели на соответственно все эти процессы environment блок и все 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 с этим связанные там уже все вся информация хранится в принципе это такой достаточно большой ресурс который можно использовать вот единственно что это накладные расходы связанные именно с переключением процесса вот здесь этот расход есть всегда поэтому если мы создадим вот скажем вот эти вот десятки тысяч процессов и будем между ними постоянно переключаться то возникают вот именно кладные расходы на переключение контекста а на само хранение нет это их там можно и наверное сотни тысяч создать вот ну и перед тем как перейти к лекции завершим это тем что если бы у вас была первая лабораторная работа по компиляции ядра linux то вот здесь есть такая очень своевременная цитата которая как бы говорит о том насколько это разные вещи ну я надеюсь что сегодня первую лабораторную работу все я надеюсь сдадут кто еще не сдал окей переходим далее интерактив на этом заканчивается соответственно приступаем к содержательной части значит сегодня поговорим про синхронизацию значит как вы помните если у нас операционная система служит как бы для управления ресурсами но если есть набор ресурсов и есть соответственно некое множество отдельных сущностей скажем процессов или потоков или чего угодно еще которые которым нужны эти ресурсы соответственно есть некоторая проблема как вот набору этом процессов сопоставить набор ресурсов кому-то нужен в одно время один ресурс кому-то в другое время кому-то одновременно нужен ресурс здесь возникает проблема нужно управлять этим доступом соответственно нужно какая-то вот нужны какие-то примитивы синхронизации поэтому вот как бы это скажем так вводим это так интуитивно как я всегда люблю говорить но теперь начиная уже по поводу того сегодня мы уже будем конкретно говорить о том что как организуется управление как организуется синхронизация доступа процессов к определенным ресурсам соответственно самым первым для нашего понимания важно будет определить понятие что такое критическая секция значит по английски это critical section собственно говоря перевод он здесь в данном случае вполне прямой и очевидный значит это хотя несмотря на то что потом это уже будет пониматься даже как как некий примитив синхронизации но здесь важно отметить что такое критическая секция это набор или последовательность инструкций одновременное выполнение которых может привести к неправильным результатам именно одновременное выполнение и вот это вот вот как бы это основа всего о чем мы сегодня будем говорить одновременно из разных процессов не важно как но одновременно одновременно может быть и в потоках в разных потоках одного процесса до либо в нескольких процессах тоже очень важно то есть мы не обязательно ограничиваемся одними потоками данном случае вот поэтому то есть как бы как гарантировать что будут что будут получены правильные результаты нужно гарантировать так называемое взаимное исключение mutual exclusion еще один ключевой термин ключевое понятие вот между именно между двумя критическими секциями то что мы там вначале там один процесс запустили потом второй процесс это тоже взаимное исключение в данном случае мы говорим только о его критических секциях ну как наиболее простой вариант гарантировать это взаимное исключение это использовать так называемые блокировки вот здесь вот уже перевод англоязычных терминов не такой простой потому что у английский это будет лог можно сказать что это защелка можно сказать что это замок можно сказать что это блокировка мы будем использовать эти термины зависимость того как они лучше подходят но как бы важно запомнить что это вот лог так вот посмотрим пример критической секции например вот нас есть два потока до выполняется одновременно вот этими синенькими или голубыми окружочками отмечены их критические секции так вот когда они выполняются так вот сверху вниз то здесь у нас может получиться некорректный результат мы вот сейчас чуть более на следующих слайдах посмотрим разберем пример но чтобы сразу знать вот если они у нас выполняется вот так или вот тогда то результат у нас будет правильной и мы в принципе хотим вот вся задача вот этой всей синхронизации которую мы сегодня будем говорить целый час про нет вот чтобы дать чтобы из вот этого вот сделать вот это или вот это вот казалось бы здесь все настолько очевидно что как бы все очень даже совсем просто а на самом деле не так далее предпосылки рассмотрим собственно говоря а в чем проблема то почему может получиться некорректный результат но как бы основные условия код должен выполняться одновременно то есть либо это параллельное выполнение на двух физических процессорах или вычислительных ядрах одного процессора либо это одновременное выполнение в результате но много задач насти неважно факт то что вот они имеется факт одновременного выполнения вот еще одним необходимым условием является выполнение этими критическими секциями очень простой последовательности действий просчитать изменить записать значит чуть далее станет очевидно почему это ну и третье условие это то что эти критические секции имеют одно или более общих переменных общей переменной что это такое они могут быть или глобальные или выделены из кучи но факт то что к ним идет доступ из двух и более одновременно выполняемых критических секций они в принципе бог могут быть вообще любые общие переменные не локальные стеки или где угодно еще но это как бы уже несколько экзотический пример потому что любой программист он не будет переменную которая была выделена в стеке передавать в другой поток или другой процесс это вообще говоря очень плохая практика но тем не менее такой рассмотрим пример он просто стал уже настолько такой классикой но я не стал изобретать новый рассмотрим такой он как бы видим он был в силу истории нашим американским коллегам очень понятен видимо у них банковская деятельность настолько уже срослась с жизнью что им этот пример очень понятен вот он в разных вариациях там или там снимают с банкомате деньги или где-то еще вот ну для понимания его изложил в такой версии что как бы физическая суть до в банке есть у компании счет на нем лежат деньги и с него банковское программное обеспечение решает перевести зарплату сотрудников то есть из одного банковского счета переводится на персональные счета сотрудников банк написал очень хитрый программное обеспечение чтобы это производилась операции не по не последовательно а параллельно то есть он там запускает много потоков и в них вот все вот это происходит код очень простой вот у нас функция которая принимает на вход два параметра это номер счета и количество денежная сумма как три действия чтения изменения запись ну и зачем-то добавлено выдача наличных средств но это уже самое видимо да ну мы пока их оставил в банке и здесь я забыл скобочку поставить завершающую вот ну ладно а она наехала сюда вот она в чем дело вот значит не забыл поэтому вот он как бы простой и гениальный код предположим что он выполняется одновременно значит у вас есть мысли где здесь может возникнуть проблема а это псевдо код то есть вы же знаете что на самом деле определение псевдо кода нету поэтому любой код с ошибками можно назвать псевдо кодов что чем многие люди пользуются я следующий примерчик уже специально написал уже на более где возможно я вообще стараюсь использовать язык си или любой другой язык но в его синтаксически правильном варианте но так как здесь у нас вот некий объект счет и некое количество то не стало их обозначать вот но все-таки здесь где вот здесь вот может быть проблема да но ну как бы ну и ладно в чем вопрос то он прочитали изменили значение записали обратно кто и вот кто здесь может пострадать скажем так вот люди которым эту зарплату на счет перечисляют или фирму который вот один счет из которого списываются деньги на зарплату правильно а не факт не факт кому кому достанется больше на самом деле у кого убавиться потому что здесь есть математики скажет недетерминированность я скажу неопределенность русскоязычное слово вполне подходит вот вот как это выглядит в скажем так есть у нас есть два потока на здесь выполняется там выполняется поэтому если у нас много задачность вытесняющая то есть вот когда вот здесь идет выполнение и вот здесь идет выполнение в любой момент времени может произойти переключение контекста но может произойти вот здесь вот здесь или здесь и здесь соответственно колебательное движение доски совершенно нам не нужны вот поэтому когда у нас вот это все выполняется три действия да то есть мы считываем значение баланса счета фирмы вычитаем из него то количество денег которые мы должны перевести работнику и устанавливаем значение счета фирмы в новое значение вот эти три операции у нас могут быть разбиты и соответственно сможет что произойти здесь мы считали баланс 11 этот здесь читали один этот здесь его уменьшили там уменьшили здесь записали здесь записали в итоге у нас вышел вообще непонятно что то есть это и так называемое грязное чтение и запись соответственно некорректного результата значит интуитивно чтобы нам хотелось с этим сделать чтобы такой проблемы не было что предложите какие какие варианты как бы ну как как в идеале это все решить правильно то есть в один момент времени некая часть из этих операций должна выполняться только одним потоком как бы сразу скажу вот эти первые три операции зачисление насчет работника вот как она здесь обозначена да она может в принципе производится и одновременно нам совершенно не нужно то есть я специально здесь вот так написал затем чтобы скрыть и вопросы реализации зачисления на счет работника уже в другой функции так вот замечательно значит вот как бы она на самом деле здесь и написано значит нам нужно гарантировать то что за эти три операции пройдут в нужной последовательности если у нас вытесняющий много задач на 100 гарантировать мы этого совершенно не можем то есть в любой момент по таймеру наш код может прерваться вообще говоря на самом деле вот это настолько ключевой момент и очень многие люди с которыми я сталкивался они как бы даже не не до конца не осознают что в любой момент времени любой этот код может быть вытеснен и из него может произойти смена контекста потом может сюда обратно вернуться и вот говоря о том какой код у даже на самом деле такая простейшая операция как инкремент одной переменной она уже не безопасно если это переменная глобальная тоже вот эту ошибку я видел просто буквально сплошь и рядом берем глобальную переменную и в нескольких потоках ее увеличивают пишем даже вот такой оператор наш любимый там название переменной плюс плюс вроде бы он так собой все скрывает что на самом деле как бы все очень просто и ошибки здесь быть не может но ошибки здесь может быть потому что вот этот к плюс плюс она на самом деле состоит из того что прочитать значение к увеличить его на единицу и записать его обратно в к то есть это те самые классические три операции просто они здесь скрыты так вот нашим любимым языком си ну и си плюс плюсом конечно же тоже вот поэтому об этом ни в коем случае нельзя забывать поэтому как реализовать критические секции так чтобы они были чтобы они правильно работали значит три основополагающих вещи есть во первых это взаимное исключение то есть максимум один поток должен выполнять одну критическую секцию в один момент времени то есть или по другому можно сказать что один поток скажем так находится в критической секции только максимум один поток другой поток соответственно не может вытеснить вот этот вот который уже находится в критической секции не может его как бы прервать вытеснить и переключить контекст это ключевой момент вот это нам и нужно мы будем сейчас рассматривать как нам вот это реализовать второе критическая секция должна удовлетворять такому требованию что есть ограниченное ожидание то есть что это значит на практике если поток ожидает входа в критическую секцию то рано или поздно этот факт случится то есть он не может там ожидать вечно этого входа если он ожидает этого входа вечно значит что-то не так это уже реализация критических секций она в таком случае неправильно ну и последний естественно всегда это производительность то есть накладные расходы на вход и выход из критической секции должны быть малы по сравнению с тем временем которое проводится собственно говоря работа полезно внутри этой критической секции теперь самый самый хороший вопрос а собственно говоря вот мы поговорили как мы поняли как это должно как это должно действовать что это должно делать но теперь вопрос как это все реализовать вот в рамках многозадачной операционной системы как вот это все реализовать исторически было целый целый ряд предложен различных решений то есть люди это прорабатывали очень тщательно строили различные теории и все прочее но самый простой простой я бы сказал простейший вариант значит как избежать того чтобы нашу критическую секцию не вы не не прервалось ее выполнение это запрет прерывания полностью ну мы сейчас покажем вот ну кратко обзор как бы говорят да у нас там вот есть некий алгоритм петерсона у нас есть так называемый спинлоки семафоры есть мониторы это еще один еще один термин монитор как помните это у нас был предпредвестник операционной системы а сейчас у нас монитор это еще и примитив синхронизации то есть это и помимо того что монитор это еще вот у вас на столах стоят штуковина такая вот то есть уже целых три значения как минимум такой всеобъемлющее слово она наверное можно еще чуть придумать и тоже назвать монитор это же как бы будет работать вот ну и последний вариант синхронизации это используя сообщение мы его на самом деле не будем подробно рассматривать просто для общности это для распределенных систем очень важно там вот взаимный доступ к ресурсам как правило осуществляется с использованием мод модели передачи сообщений ну как бы об этом пока что просто от вас требуется просто об этом узнать а уж детально рассматривать это уже более наверное будем заниматься когда у нас будет про распределенные системы речь зайдет и так вот сейчас мы весь вот этот вот ряд попробуем рассмотреть еще кстати говоря вот хочу сказать что на самом деле есть еще множество примитивов разработанных примитив синхронизации но я хочу вот обратить внимание именно на те которые имеют под собой практической значимости которые вы рано или поздно будете использовать не обязательно внутри операционной системы а вот в своих много поточных приложениях вот поэтому мы вот вот этот списочкой рассмотрим как бы им ограничимся так вот первое самый простейший подход это взять и отключить прерывание ну недостатков здесь просто море во первых пользовательская программа она не может просто так взять и отключить прерывание процессора если бы мы это разрешали то у нас был бы системе какой-то вообще непонятно что царила бы хаос но на много процессорной системе это вообще говоря опять-таки и просто не будет работать что у каждого процессора свои прерывания нужно тогда в таком случае отключать прерывание на всех процессоров по очереди что еще более усложняет задачу вот ну и если мы отключим эти прерывание надолго то устройство которые общаются используя прерывание почувствовать себя мягко говоря некомфортно а скорее всего они просто перестанут работать вот но такой подход почему я о нем говорю да если бы это было что-то какая-то теоретическая абстракция которая там просто для того чтобы они подумать и не забыть нет в ядрах операционной системы такой подход на самом деле используется в редких в исключительных случаях и о нем надо вот как бы знать и но он опять-таки исключительно в ядрах или в драйверах далее значит что здесь хотелось бы сказать дальше нам нужно организовать вот какую-то реализацию этих критических секций предположим что у нас нет аппаратной поддержки у нас нет такого что вот раз там есть какой-то магический примитив и мы можем сказать что те три операции из-за того нашего банковского примера они должны там быть непрерывными эти атомарными поэтому был разработан такой замечательный алгоритм петерсона он не требует поддержки атомарных операций но у него есть естественное как бы не один одно ограничение то что если бы он был универсальным то это было бы некий прорыв в науке и мы бы там не заморачивались тем чтобы внутри процессора реализовывать поддержку атомарных операций а мы бы пользовались вот этим вот замечательным алгоритм значит его его ограничение он работает только для вполне заранее определенного количества процессов вот здесь я уже приложу код можно сказать что на языке си вот этот код основан на коде который приводит столь известный человек по имени эндрю танинбаум свои книжки в третьей редакции выпущены в 2007 году на страничке замечательные под номером 123 в четвертом издании вот такой же вот когда я его смотрел то на самом деле там есть некоторая неточность которую я здесь исправил я хотел вам привести этот код чтобы опять-таки небольшой интерактив получить в том что какая там была ошибка вот ну ладно мы этого как бы делать не будем дело в том что этот код он корректно работает только для двух процессов вот в данном виде в котором он проведен вот здесь видимо в книжке танинбаум хотел привести код который работает в общем случае для н процессов и поэтому даже там было все введено там вначале определялась н как 2 и дальше все шло но данный код он исключительно 2 для двух процессов даже вот здесь вот это понятно что если мы сюда передадим номер процесса больше двух здесь уже получится некое отрицательное значение это не будет работать но хотя бы определим его поймем его для двух процессов если его нужно там обобщить для n процессов то это можно посмотреть в интернете с этим проблем нету он там соответственно будет увеличен но нам здесь важно понять просто его скажем так ключевую суть как видим он достаточно небольшой в нем есть комментарии процесс число от 0 до 1 да это вот был комментарий который дан был тоже таненбаумом да вот он хотел это обобщить но нет здесь вот процесс это число от 0 до именно до единички обязательно потому что у нас на два процесса вот как это организовано вот опять-таки самые простые примитивы то есть у нас функция входа в критическую секцию и функция которая вызывается при выходе из критической секции то есть вот в тот алгоритм выплаты зарплаты да мы должны перед вот этими вызовом 3 3 функций вызвать вот эту с номером процесса а после того как мы выполнили те три действия атомарные неделимы то мы покидаем эту критическую секцию реализацию как видим здесь достаточно простая она вот этим петерсеном была разработана и вся ее прелесть в том что здесь она работает без какой-либо аппаратной поддержки то есть здесь за счет того что у нас есть два две переменных в первую из них это массив в ней отражается интерес о входе во второе же соответственно тот процесс который хочет опять-таки занять эту критическую секцию здесь есть активное ожидание с вот таким вот условием нет не будет они не могут одновременно войти здесь дело в том что вот вот эта вот штука да она вызывается в двух процессах хорошо ну как бы одновременно но вот дело в том что если она шедулер если планировщик в дарит это мы любом и вытесняющим раздачность говорим я про на реально параллельное выполнение на двух ядов в принципе не все равно абсолютно что может войти одновременно да может войти одновременно да и вот дело в том что вот эти замечательные четыре строчки они к этому полностью готовы я конечно могу сказать что сомнения в этом следует адресовать петерсона но я так не буду говорить но этот алгоритм он ну это классика того что без аппаратной поддержки он будет работать да нет они не могут активно бесконечно ждать в этом я точно уверен потому что здесь есть такая замечательная штука вот это вот вот этот терн процесс если бы у нас было без вот этого вот то тогда да конечно как бы был бы бесконечно активное ожидание но за счет того что устанавливается вот это вот и затем вот это здесь проверяется не вдаривали здесь планировщик то вот этот не будет никогда бесконечно тут конечно наверно надо это делать все таки как то более подробно объяснить да вот такой наш вопрос а что будет плохого если мы уберем переменную тем тогда у нас вот как как раз вот значит оба и заинтересованность да да ставят заинтересованность да да ставят заинтересованность свою и проверяет пока у другого интерес не пропал да и умер значит два интереса стоят лопа жду да да окей нормально теперь если мы уберем и интересы да тогда значит вот 1 терна недостаточно нет если мы уберем интересы это будет вообще-то говоря сильно да если у нас один терн да то мы ему присваивать собственно говоря тот то средство которое позволяет нам избежать гонки то есть вот зашли два процесса до сюда соответственно в эту переменную в итоге какой-то из них записал себя соответственно пока он равен вот этому но дело в том что здесь нельзя все-таки поодиночке да если мы сейчас скажем что мы убрали интерес и убрали его отсюда у нас выйдет полный бред потому что мы здесь будем крутиться в этом ожидании до скончания веков вот поэтому как бы работает она в купе работает она здорово вот вот вообще как объяснять такой код то есть это тут требуется может быть какие-то составлять диаграммы временные да ну вообще выделить какие-то точек существенно вот гениально простой да но дело в том что если эти четыре строчки и мы их будем понимая сопоставлять как называется комбинацию делать из того когда может шедулер вдарить и соответственно переключить контекст то здесь начинается как бы интересный вопрос да то есть здесь нет проблем здесь тоже нет проблем потому что другая переменная да здесь уже насторожиться надо потому что мы уже устанавливаем интерес своего процесса здесь мы уже показан как бы чья чья очередь какого процесса занятия эту критическую секцию то есть вот именно этот вот это вот введено для того чтобы разрулить такую ситуацию вот они два одновременно поступили да и кто из них займет займет из них тот который за занял это первым вот данный вопрос вот хотя бы хотя бы кому-то понять что да вот это вот условия выполняется только если у другого процесса есть интерес нет нет смотрите в чем дело процесс это аргумент этой функции это не глобальная переменная поэтому ее чтение грязным не было не будет вы извините меня как можно хорошо как можно провести запись не атомарную расскажите мне как причем здесь причем здесь архитектуры и же и битность это здесь как бы проблема не будет потому что обидность архитектуры речь не идет но тогда это архитектура на запишется 64 бита целиком тогда сразу то есть в этом да может в этом весь смысл 64 бита архитектуры петерсон сейчас бы просто вы мягко говоря фигел от такого подхода к его алгоритму операция чтения тоже атомарный вопрос в том что если у нас есть чтение изменения и запись вот эти три операции да вот если они разбиваются то это плохо а любая из них она по природе своя атомарная планировщик не может вдавить в момент записи по адресу памяти но это никак не может произойти либо адрес памяти записан туда значение либо она не записана одно из двух возможно так хорошо я рад что этот достаточно скучный нудный алгоритм вызвал такую хорошую дискуссию ну далее будет намного интереснее поэтому в реальности я не видел чтобы были какие-то синхронизационные примитивы реализованы с использованием этого горит ну если где-то там что-то в каких-то узкоспециализированных задачах разве что ну еще по нему вопрос есть наверное надо значит когда про него говорим объяснять что нету специальных атомарных операций составных да ну я на самом деле не думаю что это стоит так выделять то что ну все-таки это специфик нет будет спин лук не может он не может работать без атомарной поддержки спин лук у него тесты у нет тесла инструкция да ну верно то есть атомарные комбинированные инструкции которые комбинируют чтение и запись но это мы сейчас дойдем а здесь как бы вот без без да именно атомарная либо чтение атомарная и запись атомарная ну я все-таки хотел бы сказать так что они априори атомарные ну да то есть если мы тогда это уже как бы будет как раз архитектура некоего совершенно другого компьютера вычислительной машины которых мы пока как бы да вот это уже более правильно но опять таки для да для но все-таки для пользователя пользователя процессора с этим кэшем это должно быть отчасти прозрачно но да там есть различные скажем так машины специфичные вещи но в чем смысл как я всегда люблю говорить должна быть абстракция то есть мы вначале мы говорим абстрагировано от конкретной реализации да а потом уже как бы говорим о специфике реализации в какой-либо архитектуре да потому что вот если говорить абстрактно то это именно так то есть все базовые примитивы чтение запись изменений все проще как бы вот это все работает если мы говорим об этом вводим специфику некоторую да то тогда как бы начинаются уже всякие интересные штуки с кэшем с частичной записью совсем прочего ну если поэтому все тогда переходим далее далее вот те самые пошли блокировки и защелки так называемые то есть это одно и то же называю одним и тем же словом но как бы русскоязычный перевод такой то есть вообще говоря как бы это может костю это замок то что вот замок в двери тоже будет лог блокировка тоже защелка тоже вот соответственно у нее есть две операции войти в критическую секцию и выйти на самом деле это то же самое все вот они тут были enter и live а в данном случае это будет лог и онлог вот соответственно операция входа в критическую секцию то есть операция скажем так взятие этой защелки или ну как бы не не суть принципиально как как ее называть вот но эта операция блокирует дальнейшее выполнение процесса или потока до тех пор пока не будет выполнен вход в критическую секцию как мы здесь уже видели если это критическая секция не может быть взяты этим процессом то здесь будет вот это самое ожидание которым мы только что так активно поговорили вот теперь но собственно говоря как она работает вот один поток второй поток да тот заложил раньше второй поток попытался войти в эту же критическую секцию и здесь началось ожидание вот то самое активное оно или неактивное это уже как бы вопрос десятый факт то что вот управление не вернулось поток 2 пока здесь не произошел выход то есть освобождение этой защелки выход из критической секции поэтому вот если мы наш ставший я надеюсь уже любимым пример выплату зарплаты то здесь все достаточно просто берем закрываем эту защелку вначале выполняем 3 этих действия и освобождаем защелку таким образом у нас вот эти все три выполняются атомарно чего мы как бы и хотели достичь почему как бы и все да конечно нет нельзя потому что у нас операция вот здесь установка баланс установка абсолютного значения то есть у нас здесь была операция инкремент или декремент тогда бы да совершенно верно и на самом деле на практике часто именно пользуется именно операции атомарно инкремент или декремент но в данном классическом примере который ничего общего с реальностью не имеет за исключением того что нужно вот эти три операции произойдет атомарно здесь мы делаем так дальше уже прозвучавший спин лог очень широко используемый примитив синхронизации потому что он достаточно простой для понимания и как бы быстрого вот как бы не прошло и сколько четырех лекций как я уже начал почти на каждом слайде приводить исходный код что же у нас будет к концу я уже просто боюсь подумать когда мы будем разбирать кучу исходников вот но звездочки где да вот здесь вот абсолютно верно здесь и здесь да потому что передается указатель на вот эта вот штука так вот будем иметь правильный подход исходным кодом вот так защелка спин лог почему она так называется потому что в ней есть некий цикл активного ожидания пока защелка не взята эквайр ожидаем как только она берется соответственно присваивается единиц как это работает да то есть ожидаем если она не взята никем то у нас сразу проходит и мы ее берем если она кем-то взята то мы ждем пока этот эквайр не станет равен нулю то есть когда не будет произведен выход из критической секции казалось бы все просто да зачем тогда нам весь этот алгоритм петерсона только что был нужно если мы можем вот такой штукой решить все проблемы какая здесь сложность по вашему мнению в чем здесь как бы вопрос есть один момент кодик где возможно некорректная работа если значит два потока именно на нем на нём будет прикрыть переключить переключили с одного потока на другую это вот после ваялась прекрасно если бы здесь было еще какое-то второе место я бы сильно удивился почему здесь барьер по моему барьер здесь совершенно ни к чему здесь вопрос какой вот мы здесь крутимся да у нас с эквайрд вдруг стало равно нулю так другой поток как бы вышло но мы прошли уже сюда и сюда же прошел другой поток который ожидает на этом спинлоке и они оба выставили вот этот вот с эквайрд в единицу и оба прошли в критическую секцию вот это ключевой момент вот эти две операции обязательно должны быть атомарные если они не атомарные то у нас два потока или боли могут провалиться сюда и пройти в критическую секцию без взаимного исключения поэтому производители процессоров придумали ввести такую очень удобную инструкцию называемый тест-энд-сет вот дело в том что внутри вот эту спинлок я уж только что стал есть критическая секция и блокировка и разблокировка должны быть атомарными операциями то есть ну выяснять что такое атомарное на уже пятнадцатом слайде разговор про атомарные операции будет не совсем верно но на всякий случай написал мало ли если как бы вот наши уважаемые зрители может быть него не уловит этого то здесь уже все будет четко сказано аппаратная реализация тут как бы два варианта либо отключить прерывания на период вот этого выполнения спинлока либо иметь поддержку внутри процессора с помощью специальных инструкций так называемых тест-энд-сет которые гарантированно выполняется атомарно вот вот это вот то что у нас реализовано сейчас в каждом из процессоров стоящим в любом компьютере когда точно эта инструкция была введена я на самом деле не помню то ли в 386 процессоре то ли в 406 процессоре но факт то что это было уже достаточно давно и она является ключевой для работы современных операционных систем поэтому есть некоторые требования когда операционка не может работать на очень старом железе вот именно из-за отсутствия вот этой вот конструкции что она делает вот они три операции считываем старое значение устанавливаем новое значение и возвращаем старое значение вызывающему вот эти вот три инструкции они неделимые про для процессора это выглядит как одна инструкция как та самая присвоить или прочитать поэтому спин лук наш код спин лук становится очень замечательно простым сейчас мы здесь тоже подставим звездочку забытую вот вот наш цикл вайл и здесь выполняется процессорная инструкция представлены вот таким вызовом как бы функции над вот этим вот значением вот так реализован спин лук я думаю в большинстве современных операционных систем вот но в чем его проблема ну естественно что как бы если поток заблокирован то есть ожидает на этом спин лук это он будет находиться в этом цикле до окончания своего кланта времени все он там будет крутиться вертеться как бы это активное ожидание на самом деле не очень-то это и хорошо но почему как бы но до сих пор существует и до сих пор используется это на самом деле примитив для создания более высокоуровневый более высокоуровневых средств синхронизации поэтому настолько важен что для него даже сделали поддержку в аппаратного обеспечения и так собственно говорят мы рассмотрели сейчас самые такие вот основные базовые низкоуровневые вещи на основе них уже строится более высокоуровневые более совершенные механизмы мы их вот сейчас как раз достаточно кратко рассмотрим это семафоры это те самые мониторы и еще в дополнение мы завершим сегодняшнюю лекцию рассмотрением что такое тупиковые ситуации как они обнаруживаются предотвращаются что с ними вообще делал итак у нас по времени пока еще есть да я думаю ну да но мы начали позже на полчаса поэтому как бы нормально будет вот так вот семафора такая вот штука которые уделяют в теории операционных систем просто вот сколько бы я не читал книжек различных просто семафоры проходят красные нитью скажем так по всему и вот также наталья юрия нарезанова с кафедры у 7 которые читала курс операционных систем когда я учился на его 7 также уделялось большое внимание семафорам все-таки такой я бы не сказал что это часто применяемый примитив синхронизации в реальной жизни но он скажем так дает нам некоторое понимание так вот изобрел его знаменитый человек память дейкстра живущий живший в нидерландах это будет у нас дальше ключевым пониманию семафоров вот нажму как я сказал то более высокий уровень абстракции чем защелки значит по сути своей что такое семафор это переменная которую можно управлять с помощью двух операций п и в значит п это ожидать показе пока переменная семафор не станет больше нуля затем уменьшить ее на единицу и продовольт а в это соответственно увеличить переменные семафоры на единицу и так когда я первый раз услышал про семафоры то у меня вызвало некоторые вопрос а что за п и в почему это вдруг по это у нас ожидать а вы это увеличить обычно всегда используют англоязычный термин что п это вейт а вы это как бы сигнал вот хорошее значение но отчасти это так да но как я уже сказал все объясняется голландским происхождением декста оказывается пэта если не врет google translate который умеет озвучивать то это пробир и фир хог вот от нидерландского пробовать и увеличивать поэтому когда будете вдруг работать с его формы то очень важно перед фир хогом нужно всегда выполнить пробир или наоборот вот такая вот штука так вот возвращаясь как бы к железнодорожной теме вот значит как они реализованы как бы эти семафоры да у каждого семафора есть ассоциирована с ним очередь потоков ожидающих на нем когда поток вызывает п то есть как мы уже это выяснили пробовать можно ли нам пройти дальше или нужно подождать соответственно если семафор доступен если у переменной больше нуля то она уменьшается на единицу и управление возвращается поток он продолжает свое движение дальше если семафор недоступен то есть он нолик то поток помещается в очередь для ожидания на этом семафоре и управление передается другому потоку то есть этот ждет когда поток сделал все свои дела в критической секции он вызывает в то есть как ни странно увеличивает ну или как прозвучало задних рядов очень верно возвращает управление действие при этом выполняются очень простые соответственно увеличивается значение переменной семафора на единичку и соответственно разблокируется если кто-то уже ожидал на этом семафоре поэтому как уже можно было догадаться можно два варианта сделать либо это бинарный семафор когда у нас переменный семафор может быть только 0 или 1 либо это может быть считающий семафор где соответственно переменные от 0 до n где n это число единиц некоего ресурса то есть идентичных скажем так копий одного и того ресурса и что нам это позволяет то что одновременно n потоков до n потоков могут захватывать этот ресурс для бинарного семафора все проще это только один поток или процесс может захватить ресурс в одно и то же момент времени и логически бинарный двоичный семафор эквивалентен защелки с блокировкой которую мы вот рассматривали в начале то есть это можно его вызывать для того же нашего этого банковского примера п и в начале какие у нас проблемы с семафором то что их достаточно легко использовать для решения традиционных наших задач но также легко совершить ошибки то есть по сути своей семафоры глобальная переменная с общим доступом который управляется вот этими двумя замечательными операциями связи между этими переменными и данными в принципе никакой нету нет контроля за использование этого семафора то есть в принципе можно можно вызвать и п два раза подряд из одного потока можно забыть вызвать в освободить как быть семафор из потока то есть поле для того чтобы совершить какие-либо ошибки на самом деле огромное следующим логическим этапом в развитии эволюции вот этих синхронизационных примитивов стала мысль а почему бы нам это не сделать так чтобы программист в принципе не мог совершить такие ошибки чтобы он не мог забыть вернуть семафор чтобы он не вызвал там по ошибке два раза вот это вот п или что-либо еще так придумали такую штуку под названием монитор это на самом деле вот в отличие от того что мы только что вот все это просмотрели там это вызовы каких-то функции все прочего монитор это уже поддержка синхронизации внутри языка то есть это непосредственно уже в языке программирования есть примитив сразу скажу реализация монитора отчасти отчасти тоже не строгая реализация вот есть в языке например java поэтому мы как бы рассматриваем что это настоящая такая все-таки практическая сущность а не некоторая теоретическая абстракция вот ну если говорить более уже в языке объектно ориентированного программирования то на самом деле это класс в котором каждый метод автоматически выполняет лог при входе в метод и unlock при выходе поэтому монитор по сути он объединяет данные с защитой доступа к этим данным вот это очень важно то что спин локи в принципе они и все прочие локи они как бы абстрактно здесь вот именно данные жестко связаны с защитой доступа к ним ну вот если взять такой примерчик который приводит вот эта группа замечательных товарищей из университета вашингтона то мы можем обозначить монитор вот так вот то есть это не то что мы это один процесс это скажем так вот класс нем есть набор процедур операции с общими данными и вот потоки которые нам сюда вот поступают то в один момент только один поток может работать с этими общими данными все вот это на уровне реализован на уровне языка то есть вот как я уже говорю вот джава это в некотором роде синхронизация похоже на монитор но в полной мере монитором это назвать нельзя но отчасти точно схожая конструкция теперь кратко скажем что такое тупиковую ситуацию тут уже вначале прозвучало то что они возникли бесконечного ожидания вот именно та ситуация когда происходит взаимная блокировка и называется английским словом deadlock то есть тупиковая ситуация определим это как бы что такое то если он поток находится в тупике если он ожидает такого события которое никогда не совершится то есть гениально простое определение но она по сути своей простейший пример поток а находится в критической секции 1 ожидает доступ в критическую секцию 2 а поток b находится вот в этой критической секции 2 и ожидает доступа к критической секции 1 то есть они ждут друг друга и никогда эта ситуация не разрешится поэтому есть четыре условия тупика первое взаимное исключение второе взятие ожидания отсутствие вытеснения и круговое ожидание то есть сейчас мы эти четыре еще не раз повторим нарушив одно из этих условий можно избежать в основании тупиковой ситуации теперь как вот чтобы еще на этапе проектирования понимать про эти тупики для этого существует такой подход называемый графом ресурсов или граф распределения ресурсов или граф ожидания в принципе название одного и того это способ визуализации состояния потоков для определения ситуации взаимной блокировки этот граф двудольный состоит из двух долей первая часть это вершины так называемый ты которые все потоки или это транзакции в случае если мы рисуем блокировки субэдэ и второе это вершины и соответствующие ресурсов которые могут быть захвачены потоком дуги соответственно от ресурсов к потоку и от потока к ресурсам вот как это выглядит в простейшем случае вот у нас два потока есть и два ресурса соответственно вот стрелочки то что ресурс один захвачен потоком t1 ресурс r2 захвачен потоком ты один и соответственно т2 ожидает ресурса r2 не тут такая штука то что у нас один захватил 2 и ожидает того который освободит 2 2 особенно 2 ожидает тот который освободит 1 у нас есть нередуцируемый цикл на графе образовался вот но это простейший пример если у нас был граф тут во всю вот эту доску и мы бы его начали редуцировать и выяснили что есть цикл что такое редукция редукция графа ну редуцировать в каком смысле это классическое понятие из теории графа она как бы не вводилась это а здесь то чего ну как бы как с этими стрелочками но в том-то и дело что вот эта штука редуцировать никак нельзя а какой можно если у вас будет большой граф соответственно ну это классическая понятие это не обязательно то есть мы представим что вот это вот просто вершина любого абстрактного графа да то есть так называем понятие редукции графа да и вот если применяю все эти правила редукции у нас все равно есть цикл в графе то есть взаимный блокировал ну трудно сказать да потому что для этого есть целая теория граф который читает целый семестр и там есть соответствующие подходы к тому что ну ко всему а это вообще было вообще я допустим про редукцию графов ну слышал в применении к отдельным вещам ну например выполнение функциональных программ ну а ну там я могу сказать что такое редукция да здесь это абсолютно то же самое ну там какие-то свои правила есть до правил ну а не просить против правил здесь выполняется ведут на самом деле они все такие же то есть здесь нету ничего в этом специфичного для графа ресурс то есть это вообще простейший как бы банальный граф двудольный да с двумя типами вершин да и и дугами да если у нас дуга ведет от ресурс к потоку то поток владеет этим ресурсом если у нас от потока к ресурсу то поток освобождает это ресурсы это единство что как как бы как построить как нарисовать все правильно да дальше с этим графом можно работать уже как как с любым то есть ну я просто для этого нужно как бы голубо нарисовать какой-то граф да и по это самое произвести его редукции показать как там это все может измениться но он я как бы думаю все-таки можно было бы на этом остановиться более подробно но сейчас мы все-таки не будем вот ну окей значит обработка тупиковых ситуаций как бы возвращаясь к нашей теме два варианта либо исключить одно из вот этих вот четырех условий то есть ну взаимное исключение мы никак не можем убрать удержание ожидания да возможно как-то отсутствие принудительного освобождения ресурс тоже как-то нужно подумать и циклическое ожидание тоже есть варианты убрать ну и обработку этих ситуаций в принципе три варианта есть либо это предотвратить тупики либо избежать их появление либо обнаружить и восстановить работоспособность системы три таких вещи поэтому мы сейчас рассмотрим первое предотвращение значит чтобы полностью предотвратить тупиковую ситуацию программы уже с нуля должны придерживаться строгих правил для того чтобы гарантированно избежать взаимной блокировки то есть должны устранить удержание и ожидания как вариант это может решаться так что каждый поток в начале получает все ресурсы и держит их заблокированными пока не все ресурсы его не освободят таким образом у нас вот как бы устраняется проблему вот этого удержание ожидания и второе устранение циклического ожидания то есть можно пронаровать все ресурсы и каждый поток захватывает ресурс в порядке номеров допустим нужно ему захватить ресурс номер 5 в этом случае автоматически происходит захват всех ресурсов от 0 от номера 0 до номера 5 включительно вот такая вот конструкция по поводу того как якобы можно это предотвратить далее избежание тупиков в принципе очень схожий схожие понятия но это менее строгие ограничения накладываются то есть принципе это всего лишь устранение циклического ожидания как вариант каждый поток устанавливает свою максимальную потребность для каждого типа ресурсов и при каждом запросе выделение ресурсов система выполняет алгоритм банкира я хотел включить его подробное рассмотрение но если кому интересно остается на самостоятельное изучение то есть мы его не будем детально рассматривать так как и так уже тут как бы много накручивается по этой теме вот ну и самое интересное это обнаружение восстановления потому что хочу сказать что полностью гарантировано отсутствие тупиковых ситуаций в операционных системах сейчас в современных не реализованы то есть по факту это есть обнаружение и некоторое восстановление вот соответственно в чем состоит задача некоторым моментом времени проверить если взаимная блокировка в системе тупиковой ситуации и если она есть то предпринять действие к разрешению как бы все просто и понятно блокировки взаимные очень часто происходят не только и не столько в операционных системах а в системах управления базами данных вот в двух крупнейших microsoft сиквел сервер и орг есть соответствующие службы обнаружения ситуации взаимной блокировки решается очень просто сиквел сервере ядро управления базы данных систем выбирает одну из заблокированных сессий в качестве такой жертвы и выполняет ее принудительное ошибочное завершение таким образом тупик взаимную блокировка разрывается и продолжается работа дальше а обработка ошибочных ситуаций это уже задача скажем так программы того кто вызвал это совершил эту транзакцию в ворот ли в принципе производится все то же самое но там еще на порядок круче там есть различным дополнительно ворот который нас сейчас не интересует но как факт есть а в операционных системах применительно к windows и применительно к linux в абсолютно той же степени ну мы просто скажем об этом на самом деле вот это вот это цитаты из windows internals но они опять-таки применимы к linux а также вот ну по сути свои много поточные рентабельное ядро представляет просто огромные возможности для взаимной блокировки тут никуда не деться в ранних версиях inti еще когда на стадии проектирования когда были когда закладывались те самые многие как я люблю были гениальные решения и не все они прошли дальше вот одним из тех которые не прошло являлись многоуровневые мьютексы которые должны были но если не полностью гарантировать отсутствие взаимоблокировки то по крайней мере помогать избегать тупиковых ситуаций но если опустить кучу текста которая приводится вы можете почитать это в книжке windows internals то в ядрах операционных систем есть обнаружение взаимоблокировок но фундаментально проблема избежания тупиков современных операционных системах на практике не решается все на эту тему да да давайте посмотрим этом да 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 абсолютно верно спасибо да ну что какие то вопросы будут поэтому ну тогда спасибо за внимание на этом заканчиваю спасибо